доброе время друзья выходитесь на тренинги ваш фокус и ваш наставник и ваш путь мы сейчас с вами поработаем со слайдами первое что должен человек понимать что путь к успеху он идет через команду и наша команда называется успех вместе значит неделимое одно целое большинство людей стремиться к яхтам пароходам машинам недвижимости это ошибка людей стремиться нужно к знаниям стремиться нужно знаниям который вам даст наставник диски книги обучающая система системы продвижения бизнеса в интернете тогда у вас появляются что поездки за границу тогда появляются деньги потому что у вас появляется ряд правильных действий и вы знаете как через проблему дать людям решение а через решение вы получаете деньги то есть мой наставник сказал так что бизнес нужно строить через проблему есть проблема дай решение есть проблема дал решение получил деньги и все идет через разум человека самое главное что должен понять человек если ваш сад в разуме цветет если там нет пиявок если там нет всяких червяков змей гадюк подлецов хитрецов то ваш разум достигнет гораздо большего ваш разум должен цвести и этот разум должен получать знания сейчас вы находитесь на портале успех вместе этот портал создан для того чтобы здесь развивались и на этом портале есть книги диски наставники мирового уровня здесь есть такие люди вот например как эрик чек который попал 150 лучших тренеров мира на этом портале выступает ларри лэйн голливудская звезда который снимался с гибсоном вот вы видите холи долли человек паук спайдермен 1 спайдермен 2 на этом портале присутствуют разные спикеры русскоговорящие и здесь есть ценности и вот мы сейчас с вами переходим на следующий слайд он называется твой старт бизнесе твой старт бизнесе он идет через разум ты должен понять что основные правила бизнеса это надо быть уверенным в себе как обрести уверенность уверенность приходит через серию неудач когда ты делаешь серию неудач то следующее действие она приносит удачу потому что когда ты один раз пошел за грибы зимой то есть ты пошел по грибы зимой ты грибов зимой не нашел ты понял что ты лох что зимой по грибы ходить нельзя потому что зимой снег потом ты пошел по грибы весной ты пришел в лес весь в грязи слякоть ты понял что ты опять лох и ты понял что по грибы не ходят лет не ходят весной да и ты пошел по грибы уже летом желательно в конце лета и там грибов было очень много и ты собрал столько грибов и тебе хватило на целый год ты их там засушил ты их продал ты заработал денег вот это есть понятие то через серию неудач ты придешь к серии удач ты по статистике поймешь то что можно делать а то что нельзя пока не начнешь делать ты никогда не поймешь что правильно что неправильно кому понятно первый блок этой части идем далее если понятно в чате поставьте плюсики то есть ты идешь и ты понимаешь у тебя появляется вера ты понимаешь что ты рано или поздно достигнешь результата потому что ты уже знаешь что так делать нельзя ты знаешь что пить плохо ты знаешь что наркомане плохо ты знаешь что материться плохо ты начинаешь делать другие действия чтоб достигнуть результатов ты должен понимать что тебе в том бизнесе где ты находишься необходимо быть пользователем этого продукта если ты являешься владельцем бмв центра то у тебя обязательно должна быть машина бмв не бенкли не феррари не ака то есть если ты продавец бмв то у тебя обязательно должна быть гараже машина серии бмв то есть если ты находишься в компании где к примеру есть эликсир жизни 15-30 лет жизни брэнфил плюс у тебя обязательно должна быть баночка на полочке на кухне где ты потребляешь вот этот эликсир и ты молодеешь изнутри и снаружи то есть суть бизнеса в том что есть законы которые нельзя нарушать за нарушая законы ты нарушаешь свой путь победе далее что ты должен понять что пользуйся продуктом своего бизнеса получай результат от продукта от доходов и передай этот результат другому ты всегда будь восторге ты всегда получай воодушевление будь заразителен потому что этот пример он правильный когда ты делаешь бизнес на позитиве твой бизнес это позитив что это значит это значит что вы спросите меня а что а нельзя расстраиваться нельзя расстраиваться а что бывает а бывает так что все время можно веселиться добывают все время можно веселиться что это значит ты идешь на встречу ты идешь на свидание у тебя букет значит цветов ты идешь и ты падаешь в лужу у тебя красивый костюм белый ты есть в грязи и ты не плачешь ты не плачешь ты встаешь и понимаешь что ты живой что у тебя руки целые ноги целые и ты благодаришь всевышнего за то что ты живой и ты радуешься ты улыбаешься то есть ты стал ты грязный и ты улыбнулся ты лишь всевышний спасибо тебе за то что я живой и возможно я споткнулся потому что меня за углом сбила бы машина то есть ты берешь себе такую пометочку если бы я не упал меня бы машина бы сбила бы где-нибудь понимаешь о чем ты думаешь ты должен позитивно ко всему относиться если к тебе не зарегистрировался партнер значит этот партнер тебе не нужен все что твое будет с тобой вот есть такое понятие да что в жизни в жизни вот к вам люди не идут первое значит вы не являетесь примером 2 это не ваши люди зачем вам все зачем вам все этот ко мне не пошел я ему дала ссылка он пошел другому я ему дала видео он пошел к другому ну первое значит ты еще не вырос второе возможно это не твой человек все что твое будет с тобой вот представьте себе вот зачем вам банда наркоманов дома если вы не наркоман не надо вам такого счастья согласитесь поэтому тоже радуйтесь если к вам не все пришли нормально просто нормально ребятам жизни относитесь более серьезно просто более серьезных жизней у меня раньше была такая привычка я когда еще не обучался я матерился на все реагировал плохо драться лес знаете вот вот этот менталитет наш ссср и россия его никуда не денешь чего кого пасть порву моргала выколю там так так сейчас я еду по дороге я хочу сказать что я право купил я купил про но извините меня есть люди которые права не купили но они правил не знают они не знают правило то ли что нужно пешеходов пропускать что на красный цвет ездить нельзя что за рулем пьяным ездить нельзя они же право так не купили они сдали они не знают то что нужно вот есть такое понятие режим скорости есть левая полоса и правая полоса так вот есть такое понятие в россии что если ты едешь медленно то ты должен ехать по правому ряду иногда люди едут вот здесь по левому ряду и едут 80 километров они думают что они едут 80 километров и нет ни одного человека который поедет 85 они ведь очень быстро едут они идут 80 километров у них даже в разуме нет понятия что кто-то может поехать 85 а почему человек который едет сзади 85 должен вот из-за этого человека по правому ряду ехать почему законы нужно соблюдать везде законы нужно соблюдать везде понимаете и понимаете вот жизни вот вы должны понимать важные моменты можно купить диплом можно купить права можно в жизни мечтать о футболе можно купить футбольную команду и быть чемпионом мира потому что твоя команда будет чемпионом мира То есть ваша задача сегодня понять, что в жизни все продается, все покупается, но самое главное, покупая картину за миллион долларов, картину Пикассо, вы должны понять, что это действительно картина Пикассо, а не картина там Буратино. То есть законы, законы, еще раз законы. Соблюдайте эти законы, тогда достигнете успеха. Это очень важно. Это действительно очень важно и очень ценно. Вот так, друзья. То есть законы есть везде. В семейных отношениях, на дороге, на работе. Законы есть в ДК, законы есть в интернет-бизнесе, законы есть в МЛМ-бизнесе. Везде есть законы. Их нельзя нарушать. Нужно устав соблюдать. Нельзя в чужой монастырь, или не обязательно это может быть монастырь, это может быть и храм, и какие-то мечети. Нельзя приходить со своими законами и со своим уставом. Что это значит? Это значит, что если вы хотите рассказать человеку о бизнесе, то вы не должны к нему домой приходить и у него дома делать плакаты. Но представьте, к вам бы домой пришел человек, сел бы у вас дома, делал бы там плакаты про бизнес или пил бы пиво. Вам бы это не понравилось. То есть вы должны научиться быть толерантным. Искусство работы с возражением. Идем далее. Поэтому вы должны это делать правильно. Далее. Основные правила бизнеса. Бизнес нужно делать как ракета, быстро. Потому что ракета, она, первые метры, когда, чтобы ракета поднялась, то первые метры, 80% топлива ракета использует для взлета. А 20% уже хватает, чтобы вокруг Земли пролететь. Поэтому вы должны понять, что бизнес нужно строить быстро. Бизнес нужно делать много, много действий. Разных действий. Бизнес нужно делать долго. Не месяц, а полгода, год, три года. И делать правильно. Вот тогда у вас будет бизнес. Будь сильным, будь успешным, будь активным. Ваша команда копирует вас. То есть необходимо сегодня все дублицировать. Ваша команда копирует вас. Необходимо дублицировать действия наставника и не дублицировать действия новичков, лидеров, которые не лидеры. Есть такое понятие мнимый лидер. Есть такое понятие мнимый новичок. То есть необходимо дублицировать действия тех людей, которые действуют. Повторю, что должен делать лидер. Он должен быть ключевым человеком. Каждый месяц должна быть активность в бизнесе. То есть каждый месяц лидер должен быть активным. Обязательная закупка в бизнесе, в котором вы находитесь. Каждый месяц лидер должен присутствовать на всех тренингах, на всех презентациях. Это обязательный фактор. Объясняю почему. Если вы не будете ходить на работу целый месяц, вы получите деньги? Вас уволят с работы? А почему вы думаете, что в индустрии интернет-бизнеса, в индустрии MLN-бизнеса, почему вы думаете, что здесь вы должны ходить всего один день в неделю или два раза в неделю? Как вы думаете, друзья? Ну, вот лидер, вы хотите быть золотом. Вот вы хотите быть золотом, но вы не ходите на встречи. Но как вы будете золотом? Вы же на встречи не ходите. То есть если вы пришли один раз показаться, один раз показаться, то, извините меня, это называется показуха. Вы не в бизнесе. Бизнес – это когда вы живете бизнесом. Бизнес – это когда вы человек системы. То есть вы на тренинге. Вы на презентации днем и вечером. Вы не пропускаете ни одного тренинга. Вы консультируетесь. Тогда ваше окружение вас копирует. Тогда у вас растет бизнес. Тогда вы выполните золото. Тогда вы выполните платину. Это закон. Опять еще раз говорю, это закон. Его нельзя нарушать. Идем далее. Дублицирование. Страшное дело дублицирования, потому что, к сожалению, большинство людей делают неправильные действия. Этот закон очень страшный. Закон дублицирования. Он страшен тем, что 90% людей не хотят, либо не делают, либо делают, но делают неправильно. И представляете, 90% людей в команде начинают делать то, что не надо делать. Они смотрят друг на друга. То есть, вам нужно смотреть не в сторону, вам нужно смотреть на наставника. То есть, вы сделаете множество ошибок, если будете смотреть по сторонам. Потому что по сторонам тоже смотрят по сторонам. Они смотрят на разные проекты, они не консультируются, они не уделяют времени, они не консультируют людей, они не вкладывают время, они не вкладывают деньги, они не вкладывают энергию, они не делают ролики. Они не ходят на тренинги, они не ходят на презентацию. Вы на них смотрите, а они, извините за выражение, ни хера не делают. И вы смотрите на тех, кто ни хера не делает, но вы думаете, что они делают. И вы думаете, что они делают правильно. Нельзя смотреть по сторонам, потому что можно остаться без глаз. Можно остаться без глаз, потому что там люди, которые не заинтересованы в вашем успехе. И вы должны понять, что наставник это тот человек, который заинтересован в вашем успехе. Не смотрите вы по сторонам, не смотрите какой у них чек, не смотрите сколько они людей пригласили, сколько они статусов сделали. Смотрите на свои действия. На свои действия, на себя в зеркало смотрите. И я вам желаю, чтобы утром, когда вы смотрели на зеркало, вы вот так, ух, с испуга не переворачивались. Потому что в зеркале можно увидеть по-настоящему, могу сказать, скрытого дьявола. Человек, который сам является самообманом. Который сам обманывает свою жизнь, свой разум, свою семью. Очень страшно так проснуться. Или когда вы будете спать ложиться, полубухой, и вы будете зубы эти чистить, если у вас еще сил хватит. Вы к зеркалу подойдете, вау! Это очень страшно так жить. Серьезно, по-настоящему. А самое, что интересное в жизни алкоголиков, наркоманов, людей, которые дерутся, людям, людей, которых плохо себя ведут. В общем, вы знаете, что все алкоголики знают, что пить плохо. Вы знаете, что все наркоманы знают, что наркотики плохо. То есть, вы знаете, что сегодня проститутки знают, что проституция это плохо. То есть, фишка в том, что все знают, что это плохо, но они это делают. Силы воли не хватает, стержня нет. Просто стержня нет. Я тут заметил, вы сказали, что вы не материтесь. Я не матерюсь. Вот в том-то и дело, что не матерюсь. Если вы говорите про хер, то хер это, как вы знаете, не матершинное слово. То есть, берем в любой библиотеке слова и смотрим слово хер. Поэтому, друзья, естественно, мы должны понимать связки слов. Ну, то есть, вот так. Ну, и еще что такое хер? Вот, смотрите. Вот слова, они очень много значат. Слова, они могут открыть человека и закрыть человека. Вот, смотрите. Очень простой пример. Друзья, смотрите. Вот, очень простой пример. Очень важно. Можно женщине сказать про свою мужчину. Козел, иди сюда. Да? Слово козел. Как-то, ну, грубо, неприятно. А можно сказать, миленький мой козленочек, иди ты мой ко мне дорогой. Понимаете? Более ласково. То есть, слова, это очень вообще главное. Слова, это важный инструмент жизни. Необходимо научиться правильно пользоваться словами. Вот. Некоторые фразы, специально я вам говорю, чтоб у вас открывался портал. Здесь разная публика. Здесь есть трактористы. Трактористы, которые меня слушали. И трактористы, которые слушали меня сейчас, до этого, я им что-то говорю, они не понимают. Они, тракторист, понимаете, он, ему вообще непонятен этот мир. Мы ему говорим о дисциплине, мы ему говорим о красивых там, о домах. И он об этом не думал. То есть, тракторист, он, понимаете, а тут ему сказали слово хер. Он думает то, что-то знакомое. То есть, у него портал и ухо вот так начинают работать. То есть, я как спикер, говорю специально связки слов для всех людей. Совершенно охватываю разную категорию людей. Потому что наша задача, чтобы и трактористы, и филологи, и зоологи, и совершенно духовные люди, и недуховные люди, то есть, все раскрылись. Задача тренинга, чтобы отсюда все люди ушли какими? Эффективными. Чтобы их КПД был, понимаете, ну, таким серьезным. Теперь далее, друзья. Что мы с вами видим? Мы с вами видим, что вы должны понять, что дубликация, дубликация, это очень сильное понятие. И не делайте плохих действий. Вы ленитесь, ленится команда. Вы пропускаете встречи, пропускает команда. Вы не зарабатываете денег, не зарабатывает команда денег. Запомните раз и навсегда. Ваши первые шаги должны быть вслед за наставником. Кто такой наставник? Наставник – это человек, который вот есть такое понятие лидер, есть такое понятие наставник, есть такое понятие менеджер. Что это значит? Менеджер – это человек, который только начинает бизнес. Менеджер – это звено, которое вас познакомит с вашим кем. Вот смотрите, когда вы нажимаете вот здесь кнопку менеджер, нажмите вот здесь, у вас появляется вот здесь ваш менеджер. Нажимайте кнопку менеджер. Кто нажал, поставьте цифру стен. у вас появляется ваш менеджер. У вашего менеджера есть почта, телефон, скайп, есть страница в Ютубе, ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме. Добавьте вашего менеджера в друзья в Ютубе, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, ну, везде добавьте. Вот менеджер, менеджер, чтобы вы понимали, менеджер, это человек, без которого у вас не будет бизнеса. Потому что менеджер, менеджер, он вас знакомит с вашим лидером, с вашим лидером. А лидер вас знакомит с наставником. Здесь наставник. То есть, а вот здесь вы. То есть, ваша связка, она выглядит вот таким образом. Вот это вы, вот это менеджер, вот это ваш лидер, а вот это ваш наставник. И вы должны понять, что у вас, у вас общая зависимость. Что это значит? Это как кровь, которая бежит по одной вене. То есть, у вас информационный поток одинаковый. то есть, вам нельзя другую вену. Вам нельзя вену из другой крови брать. То есть, если вы смотрите на лево и право, то там вены могут зараженные быть сифилизом, разными заболеваниями. То есть, вам ни в коем случае нельзя пересекаться. Что такое закон пересечения? Когда вы начинаете общаться со всеми разными людьми в интернете, там учиться у них как зарабатывать деньги, множество сегодня есть такое понятие инфобизнесмен. Есть понятие хороший инфобизнесмен, а есть такое понятие ну самозванец, а не инфобизнесмен. Есть сегодня самозванец. Вам не надо сегодня брать знания у всех и вам не надо спрашивать у всех, кто сколько зарабатывает и так далее. То есть, вы должны понять, что вот здесь есть тоже люди, которые строят бизнес. Вам нельзя смотреть в их стороны, потому что у них кровь другая, у них вена другая. То есть, вы посмотрите в сторону и ослепнете. То есть, вот эту кровь брать нельзя. Это закон называется перекрещивание. То есть, если мы заговорили о наставнике, то есть такое понятие построение, построение, консультация и перекрещивание. Перекрещивание это когда вы заразились спидом, причем вы заразились спидом, знаете как, умышленно. То есть, вы умышленно начали задавать вопросы туда, куда не надо. Вы начали умышленно задавать вопросы туда, куда не надо. когда вы начинаете задавать вопросы туда, куда не надо, то вы получаете разные заболевания. Все. И сразу Роксане стало понятно, что так делать нельзя. Видите? Правильно, Алексей, зато доходчиво. То есть, Роксана сразу поняла, что нельзя, нельзя это делать. И она раз и навсегда запомнила, что нельзя своих детей вводить влево и вправо потому, что там есть страшные волки, которые загрызут. Поэтому Оксана теперь знает, что есть одна дорога вперед и эта дорога вместе с лидерами, с наставниками и с менеджером. Вот видите, как сразу, как сразу человек начинает понимать. То есть, если мы будем давать простые примеры, человек не понимает. у человека разум, который начинает обманывать его, они думают так. Если я говорю так, вот смотрите, вы, например, Петя, вот здесь находитесь, а вот здесь смотрите, вверху лидеры, видите, лидеры. Вы не имеете права задавать вопросы лидерам, если вы, например, имеете наставника Петрова. Потому что вот эти лидеры, они для вас другая кровь. То есть вопрос очень, знаете, такой важный, важный. Если вы этого не поймете, вы никогда в бизнесе не достигнете результата. Нельзя перекрещиванием заниматься. Это когда у вас есть соседка, и вы пошли к соседке, а не к жене. Это неправильно. Все, это неправильно. Нужно уважать свой выбор. Что это такое? Нужно уважать свой выбор, если вы выбрали менеджера, вы выбрали наставника, надо уважать свой выбор. А если вы начинаете влево вправо, это проституция. То есть выбрали жену, уважайте свою жену. Вы выбрали мужа, уважайте мужа. То есть ваш муж не должен быть с рогами. Это не уважение к вашему мужу. То есть вы должны это понять. Весь город будет смеяться над этим. Понимаете? Весь город будет смеяться. Ну и вы что хотите жить? С мужем у которого рога что ли? Нет. То есть поэтому вот этот вопрос он очень острый. Очень острый, очень важный. То есть он охватывает, понимаете? и вы должны понять, что у вас есть вот вы здесь есть ваш менеджер. Менеджер это окно. Жбите кнопку менеджера вот здесь. У вас открывается ваш менеджер. Вот ваш менеджер. Далее у менеджера есть лидер. Лидеры это кто? Это вот эти люди, которые вверху. Видите? Вот Геннадий Хоттавов, Юрий Коргин, Александр Швачич, Инна Олешкевич, Инна Шмигельская, Иван Росков, Елена Парневая, Андрей и Маргарита Вельс, Александр Ульянич, Снежана и так, Снежана Гулейо, Иван Вов, Игорь Мишарин, Иван Колбов. Вот это лидеры. Вот это лидеры. У них есть свои группы. Вот. То есть вы должны вот это понять. Теперь идем далее. Елена спрашивает, если моего менеджера нет в сети, нельзя наставнику вопросы задавать. Елена, вот мы сейчас и идем к этому. То есть вы задаете вопросы менеджеру. Менеджер вас знакомит с лидером и лидер знакомит с наставником. Когда нет менеджера, вы не задаете вопрос влево и вправо. Вы задаете вопрос далее лидеру. То есть теперь понятна эта схема? То есть вы должны задавать вопрос менеджеру, лидеру и наставнику. Менеджера я вам показал. Вячеслав, мы договаривались, что на тренинге на вопросы отвечает наставник. Вот Вячеслав сейчас показал, как делать нельзя. Вот сейчас Вячеслав показал другую кровь. то есть Лена задала вопрос, можно ли задавать вопрос, когда нет менеджера наставнику. А Вячеслав говорит, можно. Вот это есть другая вена, это есть другая кровь. То есть откуда вы знаете Вячеслав верно ответил или нет? Откуда знаете вы Вячеслав верно ответил или нет? Неизвестно. Поэтому вы можете совершенно нечаянно неждаданно получить ответ от кого-то от кого-то и это будет нарушением вашего успеха. Потому что этот ответ вам покажется верным, но этот ответ не будет верным. То есть только наставник может сказать правда или неправда. Вот это тоже очень важно. То есть никогда не ведитесь на то, что говорят люди. Это очень плохо. Идем далее. То есть лидеров мы вам показали. Вот они вверху. То есть вы должны знать своего лидера в лицо. Вы должны знать лидера своего лица. Менеджера. И потом есть наставник. То есть все вопросы вы должны решать с менеджером и с лидером. Если вопросы с менеджером и с лидером не решаются, то вы втроем идете к наставнику. То есть если эти вопросы не решаются то вы втроем идете к наставнику вот так и тогда наставников давайте вам покажу у вас три наставника это значит эрик мультимиллионер это ларри лейн голливудская звезда вот это ваши наставники и это андрей шаура русскоговорящий спикер ваш наставник чек который вас не придаст то есть лидер лидер и наставник это два разных понятия не может лидер который в этом бизнесе только начинает зарабатывать деньги быть вам наставником потому что лидер может в любой момент уйти из бизнеса то есть лидер это не наставник лидер это лидер вот это вы должны ясно понять четко что лидер может любой момент уйти в сетевую компанию в другую пирамидку идти наставник всегда останется ваш наставник всегда останется понимаете с вами вот это тоже нужно понимать теперь идем далее с наставником нужно выстроить отношения с лидером нужно выстроить отношения с менеджером нужно выстроить отношения что это значит мой наставник очень просто мне объяснил он сказал такую важную вещь он сказал бойся потерять наставника но не бойся потерять команду ну группу людей то есть большинство людей боятся потерять вот что то есть вот это вы и вы создали вот здесь группу то есть вот эта группа людей а вот здесь есть у вас лидер и есть наставник и он сказал что бойтесь потерять не группу не группу а бойтесь потерять наставника и лидера потому что потому что если вы потеряете группу или группа от вас уйдет у вас всегда останется лидер и наставник лидер и наставник у вас останется а если у вас уйдет наставник и лидер то ваша группа она с вами останется но она не будет иметь ценности то есть бойтесь потерять наставника раз и навсегда теперь смотрите каждому из нас дается возможность дружить с лидером дружить наставником консультироваться этих людей быть на таких тренингах порушив отношения однажды вы потеряете наставника навсегда то есть у наставников есть законы если один раз законы нарушены то наставник понимаете разбитую вазу назад не берет то есть получается что вот это очень важное понятие что разбитую вазу не собрать она уже будет другой и каждый должен понимать что ценность наставника ценность лидера она очень важно но потеряли наставника и лидера вы побежали по разным проектам вы побежали по разным проектам и что далее вы будете как афанаси вот так как афанаси бегать по проектам заходить на конец тренинга и спрашивать о чем вообще речь понимаете садилов как баран понимаете как баран просто то есть вы просто потом будете одинокий одинокий баран который будет ходить в хайпы пирамидки и он будет одинок потеряв наставника раз вы будете одиноким человеком на всю жизнь потому что выстроить отношения с наставником и потерять потом наставник это самая большая в жизни ошибка ну то есть вот так олеся спрашивает второй шанс должен быть у человека второй шанс иногда бывает но когда даешь второй шанс человеку доверие к этому человеку уже не то то есть дать второй шанс можно но до второй шанс доверие будет другое ты все равно дав до второй шанс человеку свой акцент и внимание будешь делать на в другое место а а там учебу кому дал второй шанс он может не оценить что вы ему дали поэтому лучше лучше не доводить вообще ни до каких шансов лучше все это сразу свести к правильным законам вот так поэтому про наставника мы с вами поговорили идем далее что вы должны понять идите вслед за наставником если наставник в горы вы в горы если наставник в океан вы в океан если наставник на тренинг вы на тренинг то есть мы должны понять вот этот момент то есть мы должны вот этот понять момент что надо идти за наставником Новичок должен согласовать свои первые действия для того, чтобы достигнуть результата в бизнесе с лидером, с менеджером и с наставником. Далее, что вы должны понять. В бизнесе есть такое понятие автошип, страховка вашего бизнеса. Что это значит? Каждый месяц вам необходимо в вашем бизнесе делать покупку, которая дает вам возможность быть активным в бизнесе. То есть страховка бизнеса это очень важный момент. Если вы взяли покупку в этом месяце, вы застрахованы. Если вы не взяли, вы не застрахованы. Ну вот давайте я вам приведу простой пример. Я сейчас зайду в свой бизнес и покажу это вам на примере. То есть что такое правильно и что такое неправильно. Хорошо? Вот я захожу, ввожу логин и пароль. Ввожу логин и пароль. И сейчас вам покажу генеалогию. И что мы с вами видим? Мы с вами видим здесь важный момент. Вот мы зашли и видите вот здесь 0 баллов. Вот если у вас генеалогия, вот здесь стоит 0 баллов, вот здесь стоит 0 баллов, значит вы не застрахованы в этом бизнесе. Вам обязательно в этом месяце надо сделать одну покупку. И если вы не сделаете, вы потеряете всех вот этих людей и всю структуру. То есть мы, друзья с вами должны понять, что вот здесь, вот здесь, вы должны всегда иметь минимум 50 баллов. То есть одна закупка это 50 баллов маленькая. И вот когда у вас будет вот здесь 50 баллов, вы застрахованы, ваш бизнес застрахован. Вы как новичок должны понять, что если вы не делаете автошип, доверие вашего наставника к вам падает. Потому что если вы не цените свой бизнес, почему наставник должен дорожить вами? Ну согласитесь, верное изречение, если вы не делаете страховку своего бизнеса, то почему наставник должен к вам относиться как к бизнесмену так же? Естественно у него к вам пропадает доверие, и он перекладывает наставник свою энергию, свое время на другого активного человека. Почему наставник должен вкладывать время в пустоту? То есть человека, который не ценит свой бизнес. Поэтому, ребята, у вас есть в этом месяце еще 20 дней, чтобы вот здесь у вас была активность. И не потеряйте свое место, потеряйте все баллы, потеряйте команду. Вот так. Теперь что еще? Друзья, хочу поздравить вас. Денежка пришла. Зайдите, посмотрите, денежка пришла. За конец июня еще пришли деньги. Посмотрите, сколько вы получили. Денежку смотрите вот здесь. Пришла денежка. И напишите ваши доходы общие за неделю, свободное время и так далее. Вот видите, еще денежка пришла дополнительно вот здесь за май. За июнь. То есть вот. Ну и сумма получается, видите, более 7 тысяч долларов. Согласитесь, хорошая сумма, да? Хорошая сумма более 7 тысяч долларов. Это только начало. Это только начало. Вот так. Теперь идем далее. Идем далее. Денежка пришла. Всех вас поздравляю. Смотрим следующее. Страховку про бизнес мы обсудили. Как правильно стартовать в бизнесе? Первое. Вам нужно установить линии коммуникации. Необходимо изучить бизнес. Изучить сайт. Сайт работает на 72 языках. Изучить, что вот здесь нужно делать автошип. Как делать оплаты. Как заказать карту с Англии. То есть если вы заказываете карту с Англии, вам приходит банковская карточка, и вы с нее снимаете деньги в любом банкомате мира. То есть необходимо вот это все изучить. Попросить у наставника ролики, как заказать карты. То есть ваша задача вот эту коммуникацию провести. Изучить, как устроен сайт, за что вы здесь получаете деньги. Изучить бизнес план. Изучить, что значит вот эта вот цифра, вот эта вот цифра, вот эта вот цифра. То есть если вы будете все знать, ваши результаты будут больше. Вот так. Друзья, напишите доходы в чате, кто сколько заработал. Я вас попросил. Идем далее. Изучайте сайт. Далее. Второе. Нужно изучить систему успех-мести. Система успех-мести – это автоматизированный робот, который настраивается под любую компанию, и вы через этот робот собираете статистику и реферальную базу. То есть вот этот робот делает вас успешным. Смотрите, вчера 244. Человек рекламу посмотрел маленькую в социальных сетях. За прошлый месяц 6500. И здесь видите кнопку «Приглашенные». И что мы видим? Девятое число. Роман, Игорь, Людмила присутствуют на встрече. Видите, нажали кнопку «Начать бизнес». Раз, два, три, четыре, пять человек. Вот у меня сегодня посетило только за девятое число, а еще вот то раньше. Видите? То есть робот показывает, робот помогает, робот дает наработки. Кто находится первый раз на тренинге? Вам видно, сколько наши люди зарабатывают? Скажите, это хорошие суммы денег? Смотрите. Хорошие, да? Видите? 2000 долларов, 3000 долларов. Мама в декретном отпуске, Снежана, 2600 тысяч долларов. Хорошие деньги? Вот, друзья, то есть вы пришли сюда, и вы видите. Вам сначала показалось, что я, в принципе, первые полтора часа говорил какую-то ерысь. Ни о чем, да? А теперь посмотрите. Вот эта ерысь, вот эти якобы непонятные слова моих партнеров делают богатыми. И Лена парневая домохозяйка, 2200 долларов. Он бухгалтеры зарабатывает. А теперь подумайте. Вот эти люди, то, что я говорю, воспринимают нормально, потому что им это что? Дает деньги. Вот теперь пересмотрите на эту картину. Вот этот тренинг вам надо посмотреть 2-3 раза, 2-3 раза, 2-3 раза, 2-3 раза посмотреть. Потому что к вам придет осознание и понимание того, что вы делаете. То есть вот этот тренинг нужно смотреть 2-3 раза, 2-3 раза. Уже люди, которые зарабатывают, они понимают меня. Им не смешно. Они понимают почти уже каждое слово. Вон, смотрите. Механик заработал 662 доллара. Свободное время от работы. Это хороший доход. Хороший. То есть мы должны с вами, друзья, вот это понимать. Что здесь нет вот людей, которые время просто так проводят. Здесь есть люди, которые что? Реально, реально получают деньги. И хорошие деньги. Ну, вы видели, да? Иван Росков 2 тысячи долларов. Иван Вов 3 тысячи долларов. Вот видите. Инна Лешкевич, мама в декретном отпуске, 1400. Инна Шмигельская, видите, 2000 долларов, мама в декретном отпуске. Юрист более 900 баксов. Ковалева Галина, вместе с продажами, 1000 долларов. Пенсионер по болезни. Снежана Глеева, мама в декретном отпуске, 2600. Ну, и так далее. Видите, да, доходы? Классные. Теперь. Вот вам нужно изучить сайт. Успех вместе. Раз. Далее. Третье. Связаться с менеджером и наставником. Четвертое. Вам необходимо добавиться в скайп к менеджеру, к лидеру и к наставнику. То есть, у нас есть чаты. Есть чаты. И вы должны понять, что вам необходимо, первое, связаться с менеджером и наставником. Вот здесь жмете кнопку менеджер. Связывайтесь. Вот здесь с менеджером. Понимаете? Теперь далее. Есть скайп. В скайпе есть несколько чатов. Чат первой линии вашего наставника. Вот видите, вот у меня есть чат. Здесь собираются мои лидеры и моя первая линия. Попросите, чтобы вас добавили в чат YouTube. В командный чат YouTube вы должны обязательно быть. Если чат переполнен, вас добавят в другой. Далее. Есть чат номер два. Первые шаги. Вот такой чат первые шаги называют. То есть, у вас должно быть три-четыре чата. Минимум. Что это значит? Это значит, что у вас должен быть, первое, значит, чат вашего менеджера. Второе. У вас должен быть чат вашего лидера. Третье. У вас должен быть чат наставника всей команды. И четвертое. У вас должен быть чат YouTube всей команды. Вот три-четыре чата у вас должно быть. Обязательно. Обязательно. Попросите, чтобы вас добавили. Далее что? Мы смотрим на слайд. На слайд. И вот здесь мы видим, что вы связались с менеджером, связались с наставником, добавились в скайпе, изучили портал успех вместе, изучили брейд. Кто сегодня находится первый раз? Вы сказали, что доходы хорошие. Вы хотите сейчас бесплатно занять позицию? То есть в нашей команде вы можете занять бесплатно позицию, я покажу, как это сделать. Хотите? А потом уже разберем бизнес-план. Смотрите. Вот вы пришли навстречу. У вас вот здесь есть кнопка, есть кнопка «Начать бизнес». Что вам надо сделать? Вам нужно занять сейчас бесплатно позицию. Жмите кнопку «Начать бизнес». Смотрите. Вот здесь жмите кнопку «Начать бизнес», нажимайте. Вы ее нажимаете. Кнопка «Начать бизнес». И вот здесь кнопку «Менеджер». То есть связывайтесь с вашим менеджером по телефону, по скайпу, просите помощи. Нажимаете «Начать бизнес». Кто нажал, ставьте цифру 8. И сейчас будет живая очередь. Кто первый займет, у того позиция будет лучше. Смотрите. Вот здесь вы видите 670 человек, кто занял бесплатно позицию. И 78 человек, вы здесь видите, кто уже купил в этом месяце продукт. Значит, сейчас у вас будет бесплатная регистрация. Нажали кнопку «Начать бизнес». У вас открылась вот такая страница. Вверху вы здесь выбираете русский язык. И здесь пишите имя. Желательно английскими буквами с большими. Английскими большими буквами. Если не знаете, то пишите по-русски. Но желательно английскими. Как в паспорте, как на карте. Здесь пишите имя, фамилия, почта, повторение почты. И здесь номер телефона через плюс. И жмете «Раскрыть секрет». Когда вы нажмете «Раскрыть секрет», вы занимаете бесплатную позицию вот здесь. И сейчас мы будем поздравлять людей, кто бесплатно уже занимает позицию. И вот мы видим. Только что два человека заняло позицию. Александр и Александр. Молодцы. Мы вас поздравляем. Кто занял позицию, ставьте в чат цифру 8. То есть мы сейчас будем вас поздравлять. Далее смотрите. Кто занял бесплатно позицию, вы серенький. Вот так это выглядит. Вы серенький. А есть желтенький. И вы должны понять, что серенький у него преимуществ меньше, чем у желтенького. То есть у нас каждый четверг в 10 утра Москвы происходит срез. Что это значит? Что кто до четверга сегодня до 10 утра Москвы купит хотя бы любой один продукт, хотя бы один любой продукт, то вы желтенький улетите в самый верх. А все остальные серенькие будут под вами. То есть потом они купят продукт и товарооборот пойдет к вам. А товарооборот это деньги. Поэтому друзья, сегодня у вас есть время до 10 утра Москвы, до завтра, купить продукт и встать выше. То есть каждый четверг в 10 утра происходит срез. Теперь смотрите. Мы сейчас вот здесь, вот здесь, поздравляем людей, кто еще зарегистрировался. Я делаю обновление, делаю обновление. И мы видим, что еще зарегистрировался Игорь, Александр. Александр, всех вас поздравляем. И еще идут регистрации. И поздравляем лидеров июля. Любовь Ульченко успех вместе Андрей Шаура успех вместе Иван Вовк успех вместе Анатолий Кэшер успех вместе Наталья Пташник успех вместе Александр Ульянич успех вместе Иван Росков успех вместе Лариса Хатсон успех вместе Андрей Шаура успех вместе Видите, да, что наши люди в топ-50 в самой первой половине То есть идет рост, и мы вас научим деньги зарабатывать. Далее вы попали на портал, попали на портал, и у вас вот здесь есть еще что? Кнопка создать аккаунт, это для тех людей, кто с белым флагом. Олег, Любовь, жмите кнопку создать аккаунт, нажимайте. Нажали кнопку создать аккаунт, у вас появляется вот такая вот анкета, она бесплатная, пишите имя, фамилию, город, почта, номер телефона, скайп, код с картинки и создать аккаунт. И вы попадаете вот в такую же систему, бесплатную систему первого уровня. То есть у вас появится расписание, и вы увидите, что завтра в 14 и в 19.30.00 две презентации. В пятницу две презентации, в субботу будет уникальный тренинг, вам его вообще пропустить нельзя. И две презентации, в субботу вечером и воскресенье. То есть вы ввели данные, потом вводите вот по этой ссылке свою почту и свой пароль, который вам дадут. Мы видим, что регистрации продолжаются, люди занимают позиции. И теперь что сделать новичку в первую очередь? Вот видите, Елена зарегистрировалась, еще поздравляем. Елена Немзор. Молодцы, ребята. Молодцы. Теперь переходим к скорости. Переходим к скорости. И сейчас я вам покажу самое важное и самое главное. То есть вот это мы с вами посмотрели. Вам надо будет посещать тренинги. У нас в эту субботу будет тренинг для новичков. Там будет бизнес-план. В 12.00 Москвы. Ознакомиться с порталом. Тренинги у нас бывают в 12.00 Москвы. В субботу. И в среду в 19.00 Москвы. Далее вам надо составить список. Теплый и холодный. Теплый это кого вы знаете, 100-200 человек. А холодный список это людей, которых вы не знаете. И вам надо будет приглашать людей на портал. Необходимо будет вот здесь активировать робота. Сделать свою реферальную ссылку. У вас появится своя партнерская программа. Месяц стоит 10 долларов. Но мы обычно берем на полгода или на год. Так в два раза дешевле. Жмем оплатить. Вот здесь выбираем банковская карточка. После оплаты вот здесь жмем выйти. Потом заходим. У нас появляется архив 500 тренингов. Потом появляется вот здесь статистика. Робот нам помогает. И мы получаем 10% с первой линии. Это партнерская программа «Успех вместе». И 10% со второй линии. У нас вот здесь появляется баланс. Каждый месяц первого числа. Засознанный товароборот. И вот здесь у нас появляются приглашенные. И мы видим, что люди жмут. Все отслеживается. Все понятно. Скайп, телефон. Мы можем с этими людьми связаться. То есть вот эта система, она крутая. Здесь будет у вас мой профиль. Здесь ставите ссылку реферальную на ваш бизнес. Оплачиваете вот по этой ссылке. А ссылку на реферальный бизнес берете вот здесь. Когда вы оплатили брейн, заходите в My Website. Спускаетесь вниз по центру. И копируете вот эту ссылку. Где парень с девушкой. То есть ссылочку берете вот здесь. Потом ее вот здесь копируете. Заходите в систему успех вместе. Это робот. Вот здесь стираете старую ссылку. И ставите ссылку на ваш бизнес. Реферальный. Здесь придумаете название робота. Петров Синеров. Жмете сохранить. Заходите в настройки. И у вас появляется 16 роботов. Вы копируете вот здесь ссылочку. И вот эта ссылочка и есть ваш робот. Но напротив каждого робота ставите видео. Я вам всем могу сказать. Вот здесь хорошее новое видео есть. Секрет века каждого миллионера. Ставите. Жмете сохранить. Посылаете людям. У них появляется вот такая заставка. Идет вот такое видео. Классное. Люди смотрят. Им это нравится. Доброе время, друзья. С вами ваш друг Андрей Шук. Они жмут кнопку войти. Оставляют данные. И робот вам делает отчет. Что вот эти люди. И эти люди потом жмут кнопку начать бизнес. Заказать товар. Подключаются к компании брейн автоматически. И также эти люди автоматически. Подключаются к системе. То есть бизнес мы строим 90% на автомате. Преимущество нашей команды над другими командами. Что наш бизнес 90% делается на автомате. Вот так, друзья. Я вас с этим поздравляю. Изучили, значит, вот этот момент. Значит, приглашаем людей потом на портал по своей ссылке. Они получают информацию. Потом мы с ними связываемся. Даем им дополнительное видео. И потом мы с ними связываемся. И спрашиваем у них, что вам больше понравилось. Бизнес или продукция. И так мы действуем все время. Запланируйте работу со своим наставником. Сформируйте четкий план. Сформируйте процесс своих действий. С вашим менеджером и наставником. Посмотрите тренинги. Возьмите эти рекомендации и начните делать. Далее, к чему вы должны быть готовы. Вы должны быть готовы, что к вам будут отказываться. Поэтому учитесь приглашать людей. Учитесь составлять ключевые фразы. Тренируйтесь перед зеркалом. Тренируйтесь с наставником. И вам обязательно нужно понимать, что нужно создать свой бренд в нашей команде «Успех вместе». То есть вам нужно быть лидером в команде «Успех вместе», чтобы вас заметили. Методы продвижения в социальной сети. YouTube, Skype, телефон. Методов множество. Я вам даю сейчас домашнее задание. Первое. Вот вам тренинг. Это тренинг «Как работать в социальных сетях». Посмотрите его вот здесь. Второе домашнее задание. Вот здесь есть тренинг. Заходите в школу, архив. Архив. Если у вас оплачен портал, жмете «Школа». И вот здесь у вас есть тренинг по приглашениям. Тренинг по приглашениям был у нас. Вот он, жмете «Тренинг». И вот здесь у нас первая часть общения и вторая часть общения. То есть вам нужно за 21, за 28 июня посмотреть тренинг по приглашениям «Горячий-холодный рынок». То есть дал вам два тренинга. Социальные сети «Раз» и тренинг по общению, по приглашению. Теперь далее. Вы должны быть готовы, что вам будут отказывать. Понимаете? И вот здесь начинается работа с возражениями. Вас никто не ждал. Поэтому вам нужен следующий тренинг, который называется «Искусство общения, работы с возражениями. Эффект третьего лица». Вот это третье задание, чтобы вам окрепнуть. Вам нужен бронежилет. Идем далее. Что мы видим далее? Что, когда это вы все освоите, вы будете строить бизнес-план. И вот сейчас мы коротко рассмотрим бизнес-план с нашей компанией. Правильно? Смотрите. Основная задача новичка – это правильно стартовать в бизнесе. Теперь давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть продукт, номер один в мире. У нас есть самый щедрый бизнес-план в мире. Платится 75% сеть за повторную покупку. И у нас есть бонусы за приглашение с первой линии, за приглашение за шесть линий и за повторную покупку с любой глубины. Даже миллионная глубина считается. Вы попали сейчас в 1%. Вы стоите у истоков бизнеса в 200 странах мира. И сейчас начинается самое вкусное, самое сладкое. Что это за продукт? Этот продукт, который сегодня является ноу-хау. Это продукт века. То есть это 15-30 лет жизни. Нам не надо бегать продавать. У компании есть магазин. Мы направляем людей, наших знакомых и друзей в этот магазин. Люди там делают покупки, а компания нам платит товар-оборот. Платит деньги за товар-оборот. Другой вопрос. Если мы любим продавать, то мы можем брать баночку от 37 долларов и продавать за 50-60 долларов. Но продавать не все любят. Поэтому мы бизнес-продаж сильно не рассматриваем. Если любите продавать, продавайте. Но наш бизнес, это бизнес не продаж. Это бизнес что? Рекомендации. Бизнес построения сети. Чем больше сеть, тем больше денег у вас будет. Поэтому продукт сегодня нужен более чем 7 миллиардам людей, более чем 10 миллиардам питомцев. Друзья, кто уже пользуется продуктом, напишите ваши результаты в чат. Я коротко могу сказать. Этот продукт активирует мозг. Мозг является главным органом человека, который координирует все органы человека. Этот продукт запатентован. Вы будете экономить множество денег. Вам не надо будет ходить в аптеку, в больницу попадать. Вы не будете покупать множество БАДов, лекарств и витаминов. Вот такая одна баночка вам будет экономить 300-500 долларов в месяц. Вот эта банка реально будет экономить вам 300-500 долларов в месяц. Теперь важный момент. Смотрите. Сколько этот продукт стоит? Есть три цены. Есть пакет номер один, есть пакет номер два, есть пакет номер три. Первый месяц дороже, потому что еще покупаете ссылки. Одна баночка с доставкой 93 доллара, три баночки с доставкой 166 долларов, одна банка бесплатна. Шесть баночек пакет номер три, 243 доллара, три банки бесплатно. Со второго месяца каждый пакет вы можете брать каждый месяц в любом количестве. Со второго месяца любой пакет на 20 долларов дешевле. Одна баночка 73 доллара, три баночки 147 долларов, одна банка 49 долларов. Шесть баночек 223 доллара, получается одна банка от 37 долларов. И посмотрите, что пишут люди про этот продукт. Я их сейчас пью, концентрация внимания стала больше, у нас женщина давала их человеку после инсульта, у него был паралич руки, она сказала, что они ему реально помогают, и он радуется как ребенок. Рука начинает шевелиться. Поэтому к нам сегодня идут люди Сейджел, Ламинин, значит, к нам идут люди Сокнони, Амвей, Арифлейн. То есть к нам сегодня идут лидеры разных компаний, потому что этот продукт года. Сибирское здоровье. Этот продукт не заменить, он один в своем роде. Поэтому лучше брать, моя рекомендация, пакет номер 3, потому что 3 банки будет бесплатно. Плюс у вас семья большая, родственники, друзья. То есть вы будете каждый месяц брать, к примеру, пакет номер 3, это 6 банок, и вам будет обходиться банка от 37 долларов. То есть будет экономить вся семья. Скидываться будете деньгами на банковскую карточку, и продукт будет доставаться дешевле. Если нет такой надобности, берите одну банку. Но одна банка будет подороже. Далее, есть разница в пакетах. Если вы берете одну баночку каждый месяц, вы получаете 50% за приглашение. Но если вы берете 6 банок, вы покупаете ранг тройная звезда, вы поднимаетесь по карьерной лестнице вот сюда, и вам по карьере уже ранг дается на месяц. И вы получаете 52% с первой линии, 2% со второй линии, и 2% с третьей линии. То есть 56%. Выглядит это вот таким образом. Вы получаете за маленький пакет за приглашение 26 долларов, за средний 52 доллара, за большой 78 долларов. Плюс со второй и третьей линии дополнительно по доллару 2 доллара и 3 доллара. Каждый месяц берете одну баночку. Это обязательное условие, чтобы структура сохранялась. У вас появляются 2 команды, бинар. И со второй покупки вы будете получать гораздо больше денег, когда у вас будет пара. Одна пара слева и одна пара справа дает в среднем 17 долларов доход. То есть 1 цикл это 17 баксов. Если вы сделаете, допустим, 500 покупок слева и 500 покупок справа, то вы будете получать 10 тысяч долларов. Будете получать деньги за карьеру, хорошие суммы денег. Есть методика, как получать через год от миллиона до полтора миллиона рублей. Приглашайте по одному человеку в месяц. Но лучше больше. У вас через год будет 12 приглашенных в первой линии. Они также будут приглашать по одному. Будет 4095 клиентов. Они будут брать одну баночку, вы будете получать 41 тысячу долларов. То есть вот такая схема, ребята. И теперь смотрите, самое сладкое. Что такое бинар? Когда вы будете получать по циклам? Смотрите. Обязательное условие. Вы каждый месяц берете одну баночку. Приглашаете одного человека влево и одного человека вправо. Вот это и есть бинар. Как только у вас будет один человек слева и один человек справа, вы активны по бинару. Это в среднем 17 долларов один цикл за каждых 100 баллов. 50 баллов слева, 50 баллов справа дает 17 долларов. А 50 баллов это одна банка. Далее смотрите. Вам необходимо делать уровень. Что это такое? Уровень звезда, это когда вы пригласили, допустим, одного человека влево и два человека вправо или наоборот. То есть, три человека пригласили, вы не только по бинару получаете бонус, вы еще получаете уровень звезда. А уровень звезда уже получает, видите, по бинару, по бинару вот такие деньги. Видите, уже от 500 долларов, от 2,5, 2,5 тысячи долларов в месяц по бинару максимум. Идем далее. Что еще вам нужно сделать? Понимаете, нужно быть активным. Активны вы, активные партнеры. Вот это бинар активный. Вы активные, два партнера активные. Если слева не активный или справа, то вам за повторную покупку деньги не выплачиваются. Обязательные условия один слева, один справа, лично приглашен. Далее. Ставьте про запас. Допустим, два влево, два вправо. Один не активный, а другой активный. У вас есть запас, видите? Поэтому делайте запас. Если один будет не активный, вы все равно активны, потому что один слева, один справа. То есть, подпишитесь на автошип, делайте автошип каждый месяц, зарегистрируйте минимум два человека, один влево, один вправо и получайте бонусы за команду. Но лучше делайте это что? Быстрее, эффективнее и правильнее. Друзья, я вам показал сегодня простые методы, но я вам рекомендую делать гораздо больше. 10 влево, два вправо, 10 влево, два вправо, 10 влево, 15 вправо. Сделайте баланс. Что такое баланс? Баланс, это когда у вас вот здесь будет допустим, 50 человек, а вот здесь 30, это не баланс. А вот когда 50 здесь и 50 вот здесь, вот это баланс, покупок. То есть, если у вас будет вот здесь тысячи человек, а вот здесь один человек, это не баланс. У вас маленькие деньги будут, поэтому делайте баланс, не ждите, стройте бизнес. Стройте бизнес. Вот так. Ну и еще, друзья, значит, наш трейнг подходит к хорошему завершению и у меня есть пару приятных новостей. Модераторы, в чат напишите, как можно заказать продукт. Продукт можно заказать любой банковской карточкой Visa Classic Mastercard и если у вас нет карты, можете эти карты получить связной МТС Евросеть. Карточка Mastercard делается за 10 минут бесплатно. Кладете на нее деньги и оплачиваете. Самое главное успеть до завтра, до 10 утра Москвы. То есть, вы сейчас можете купить более выгодное место. Если до завтра не успеете, тогда у вас будет еще неделя в запасе. Но лучше сейчас купить, чтобы у вас место было выше. Тогда все люди станут под вами, кто уже позицию занял после вас. То есть, ваша задача до 10 утра Москвы купиться и научить людей каждую неделю до четверга, до 10 утра Москвы проплачиваться. Тогда место у них будет более выгодно. Не успеете до завтра, значит проплатитесь позже. Но место будет более выгодное. Поэтому делайте правильные моменты. Инет кошельки, Алексей спрашивает, можно? Виза, Киви Виза, подходит интернет кошелек. Мастер-карт Яндекс тоже подходит кошелек. Хорошая новость. Вот мы с вами тренинг разобрали. Ничего вам голова нормально, не лопается, все живые. Хороший тренинг? Ну, такой познавательный? Как вы думаете, сколько раз его нужно посмотреть? Раз пять минимум? Раз пять пересмотреть, чтобы что-то понять? Ну, хорошая новость такая. Значит, скорее всего уже на следующей неделе, скорее всего на следующей неделе у вас появится, если все нормально пойдет, бесплатный одностраничник в системе успех-мести. То есть у вас в системе успех-мести появится новый инструмент, это бесплатный одностраничник, профессиональный, красивый, грамотный. То есть будет классная страница захвата новая, и там будет пояснение и сразу множество интересных моментов. Вот так. То есть это большой плюс для вас всех. Вам не надо будет нигде покупать, платить деньги. То есть будет классный одностраничник. система в системе будет. По крайней мере его уже делают. Его уже делают. Сейчас осталось только видео хорошее сделать, картинки хорошие, слайды хорошие. Далее хорошая новость. В среду в пятницу в среду в пятницу мне покажут уже новый дизайн. То есть в среду в пятницу нам покажут новый дизайн портала. И в этом новом дизайне портала будет такая фишка, что любая компания, кто будет пользоваться порталом, сможет закачивать ролики вот сюда в настройки. То есть смогут закачивать вот сюда свои ролики. То есть наш портал скоро будет работать еще более грамотно для любой компании. смогут закачивать в ближайшее время вот сюда свои также ролики. то есть месяц-два это будет. То есть вот здесь у них будет своя компания, своя фирма. То есть в среду в пятницу мне уже дадут дизайн, всякие там наработки, фишки всякие. Но я думаю, что полмесяца два и у нас уже будет портал работать полностью для других компаний. А портал вам платит что? Портал вам платит 10% с первой линии и 10% со второй линии. То есть представьте сколько людей будут к вам идти, чтобы купить эту систему для того, чтобы пользоваться для захвата страниц в интернете и людей. То есть представьте все компании будут покупать сервис а компаний более 50 тысяч. Вам просто надо будет рассказать об этом людям и вы будете получать 10% с первой линии и 10% со второй линии. То есть успех вместе вам скоро будет платить денег больше чем какая-либо компания. То есть наступит время что успех вместе вам будет платить больше чем любая компания в мире. То есть скоро это придет. То есть через год полтора года успех вместе будет стоять крепко на ногах. Крепко на ногах. Понимаете очень крепко. Поэтому сейчас шутить с системой с наставниками нет смысла. Нужно делать правильные действия. Вот. Но еще новый блок в разработке новый командный блок новый личный блок для каждого. Страница по результатам по продукту готовится новая. То есть у нас все будет в системе. Система в системе. То есть у нас не будет много разных страниц систем. У нас все будет сводиться к одному. И это можно будет продавать. То есть это можно будет продавать. То есть вот так. Ну что делайте покупки. Помогайте партнерам. Я сейчас сделаю небольшую паузу. Отдохну. И сегодня до утра отвечу на все ваши вопросы. Хорошая новость друзья. Что для вас есть у меня есть хорошая новость еще. Что я сейчас вам дам почту. Не только почту. Смотрите. У вас вот здесь есть какие-то вопросы. Изменить логин в системе. Жмете вот сюда часто задаваемые вопросы. И вот здесь есть обратная связь. Для вас я нанял менеджера. Вы например хотите логин поменять. Пароль там. Что то не получается. Вы пишите вот сюда все вопросы. Вот сюда пишите все вопросы. Жмете отправить. То есть менеджер в системе который будет вам помогать менять пароли. Там поменять почту. Поменять информацию. То есть мы растем скоро. А в будущем вообще у нас будет офис в Москве где-нибудь где будут работать сотрудники и так далее. И вот вам почта где также можно присылать моему менеджеру вопросы которые вам будут помогать. То есть менеджер будет решать вам вопросы с настройками помогать пароли там изменить логин кому-то поменять. есть вам не обязательно мне писать. Вы туда пишете и вы меня не ждете и у вас там ссылки меняются еще что-то меняется то есть вот так. Еще хорошая новость что Иван Колобов сейчас будет моим официальным представителем и вы Ивану Колобову если меня нет в сети пишите в skype и Иван Колобов будет помогать вам решать ряд вопросов. То есть для вас сейчас один менеджер на портале будет работать Иван Колобов будет с помогательным инструментом по решению рядов вопросов он будет мне собирать и корректировать важное мы будем гораздо быстрее вам решать Я сейчас буду заниматься больше новыми разработками для вас и так далее И еще я сейчас хочу 2-3 менеджера нанять еще 2-3 менеджера буду нанимать в общем будем улучшать сервис и скоро ваше обучение будет еще более глубокое и более информативное то есть вы меня освободите от вопросов по настройке робота там по мелким и будет заниматься целый штат этим а я буду делать свое дело помогать вам то есть это гораздо важнее всех люблю удачи с вами был ваш друг Андрей Шаура увидимся на портале в 14.00 и в 19.30 в Москве место встречи изменить нельзя как мыслишь так и действуешь как действуешь так и живешь так и действуешь